Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Первая Коринфянам, вторая глава. Первая Коринфянам, вторая глава, четвертый стих. Это Павел пишет. Я бы сейчас хотела переключиться на навыки. Навыки веры в отношении силы Божьей. Итак, первым Коринфянам, 2-4, Павел пишет. «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости». Заметьте, человеческая мудрость может убедить людей, что у них есть что-то, чего у них на самом деле нет. Он говорит, «Слово мое и проповедь моя не убеждают вас в том, что я знаю. Вы не будете впечатлены мною. Но слово мое и проповедь моя в явлении духа и силы». Заметьте, он не сказал в возложении рук, «Слово мое и проповедь моя являют силу». То есть, люди освобождались, когда он говорил. Люди получали ответы, когда он говорил. Люди получали откровения, когда он говорил. «Сила была доступна через его речь». Вот что такое навык. Вы скажете, «Дело в силе». Да, но сила доступна каждому христианину. Однако не у каждого есть навык являть ее своей речью. Он говорит, «Но слово мое и проповедь моя в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но чтобы ваша вера утверждалась на силе Божьей». Вера Божья верит в силу Божью. Вера Божья верит в силу Божью. Я говорю, «Вера Божья верит в силу Божью. И все легко для Бога». Все, все легко для Бога. Аминь. От того, что люди с чем-то мучаются, или что-то для них невозможно, не нужно приписывать Богу человеческие ограничения. У людей есть ограничения. В нашем естественном мире многое невозможно. Определенные вещи просто невозможны для людей. Но не приписывайте Богу те же ограничения. Он не человек, чтобы ему лгать. То, что тяжело для нас, легко для него. Легко, 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 легко. Ваша нужда легка для силы Божьей. Ваша нужда легка для силы Божьей. Это легко. Так легко. Вот это правильная версия веры в силу Божью. «Ваша вера должна утверждаться не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Однажды Иисус явился папе Хегеном. Эти явления вы должны знать, их нужно анализировать, чтобы не утерять, и чтобы передать их этому поколению, потому что этот свет нам настолько необходим, чтобы возрасти в навыках. Однажды Иисус явился папе Хегену и сказал, «Когда я был на земле, я был силой Божьей». Он говорит о трех годах его земного служения. «Когда я был на земле, я был силой Божьей. И если люди нуждались в чуде, если они нуждались в силе, им нужно было прийти ко мне, поэтому люди толпились вокруг меня». Так он сказал папе Хегену, что люди толкались и толпились, следовали за Иисусом повсюду, потому что они осознавали, что текла сила, что они получали помощь для своей жизни. Итак, Иисус сказал папе Хегену, «Когда я был на земле, я был силой Божьей. Если людям нужна была сила, им нужно было прийти ко мне». Но потом он добавил, «Но теперь, когда Дух Святой послан на землю, сила Божья присутствует везде». Задумайтесь. А! Сила Божья присутствует везде. Сила Божья присутствует везде. Сила Божья присутствует везде. Она присутствует везде. Поэтому люди могут спастись в машине. Я спаслась в своей машине. Сила Божья не ограничена церковью. Слава Богу, у нас должно быть великое проявление силы Божьей в церкви. Но не думайте, что вы можете получить помощь только в церкви, потому что сила Божья присутствует везде. Почему? Потому что Дух Святой присутствует везде. Он бестелесен. И его не ограничивает тело, как оно ограничивало Иисуса. Когда Иисус, как человек, ходил по земле, сила была ограничена Его телом. Но у Духа Святого теперь есть тело, тело Христа. И оно повсюду. Оно повсюду. Позвольте вам еще сказать. Сила Божья присутствует в теле. Но сила Божья присутствует и на земле. Она над нами, под нами, слева, справа. Сила Божья присутствует везде. Но лучше всего, что она присутствует в нас. И когда люди молятся, Бог, пошли силу. Виден недостаток навыков. Недостаток навыков. Спасибо Богу, что Иисус сказал это папе Хегену. А как много утеряно из-за того, что люди невнимательны. Они молятся, чтобы Бог послал. Аминь. Послушайте, Бог благословляет, и Он сходит в помазание. Я это не преуменьшаю. Но это не заменит ту силу, которая уже присутствует. Мне нравится то, что однажды сказал Смит Вигглсворт, выступая перед группой студентов. Через Его служение так сильно являлся дух веры, что более 20 человек воскресло из мертвых в Его служении. Для этого нужен дух веры. Его попросили, расскажите нам о духе веры. Он сказал, когда я оказываюсь перед безнадежной ситуацией, я направляю всю свою веру к Богу. И ее недостаточно для безнадежной ситуации. Так что, когда я направил всю свою веру, приходит другая вера навстречу моей вере. Это дух веры. Дар веры. Дар веры. Одно из девяти проявлений духа. Но заметьте, он сказал, когда я направил всю свою веру, тогда другая вера, дар веры, приходит навстречу моей вере, соединяется с ней и достигает то, для чего обычная спасительная вера недостаточно. Что это значит? Люди молятся, чтобы Бог послал силу. Как насчет того, чтобы просто использовать всю ту силу, что нам уже доступна? Это тот же ход мыслей. Люди молятся, чтобы Бог послал силу, хотя даже не использовали то, что им уже доступно. Помню, один проповедник рассказывал, как он молился в самом начале своего служения, «О, Бог, говори ко мне». В течение трех недель он и постился, и молился. «О, Боже, говори ко мне, говори ко мне, говори ко мне». И через три недели Бог сказал, «Почему бы тебе просто не читать мое слово? И если мне нужно будет сказать тебе что-то еще, я скажу». Что он имеет в виду? Почему бы вам не использовать то, что вам уже доступно? Перестаньте ждать чего-то чрезвычайного. Дух Святой присутствует на земле. Сила присутствует на земле. Она в нас, она вокруг нас. Она находится в ожидании веры, которая не сдается. Неотступной веры. Аминь. Послушайте, сила присутствует в вашей машине прямо сейчас. Сила присутствует у вас на кухне. Сила присутствует в вашем кабинете прямо сейчас. Поэтому вы можете приводить людей к спасению где угодно на земле. Где угодно. Почему? Потому что сила для спасения присутствует. Поэтому люди могут исцеляться где угодно. Почему? Потому что сила для исцеления присутствует. Поэтому люди могут освобождаться где угодно. Потому что сила для освобождения присутствует. Она присутствует. 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 Именно об этом говорит Павел, что ваша вера должна утверждаться не на мудрости, не на том, в чем вы способны разобраться, а ваша вера должна утверждаться на силе Божьей. На какой силе? На той силе, которая уже присутствует. Имейте веру в силу, которая внутри вас. Это то, что Иисус сказал в Деяниях 1.8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Знаете, что случилось в день Пятидесятницы? Дух Святой сменил место жительства, сменил адрес. Мы не знаем, что такое быть на земле без Духа Святого. Но до Дня Пятидесятницы люди были на земле без личности Духа Святого. Неудивительно, что сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и потом распространился оттуда. Почему кто-то сражался, и Дух Святой смог прийти на то место, и потом распространился по всей земле через эту открытую дверь их веры. Поэтому Иисус сказал, идите в Иерусалим и ждите там. Почему? Сражайтесь. Дух Святой придет. Сражайтесь за это. Что они делали? Они в вере ожидали. Они ждали. Они высвобождали свою веру. Они приходили в единство, в единодушие. Аминь. И Дух Святой увидел вход и пришел на землю через ту верхнюю горницу. Слава Господу! И об этой силе Иисус говорил. Поскольку Дух Святой присутствует везде, сила присутствует везде. И вот на чем многие спотыкаются. Запомните, сила невидима и неощутима. Люди часто верят только в ту силу, которую способны ощутить. Они думают, что если они не могут ее почувствовать, значит она не присутствует. Сила, которая присутствует везде, невидима и чаще всего неощутима. Но она все равно присутствует. Вы способны верить в силу, которую вы не чувствуете. В силу, которую вы не видите. Вы когда-нибудь бывали у зубного врача? И вам делали рентген зубов? Вы знаете, что делает врач? Он надевает тяжелый фартук на ваши жизненно важные органы. Почему? Потому что сила потечет по этому помещению. И от нее нужно защитить ваши жизненно важные органы. Поэтому этот фартук врач кладет на ваши жизненно важные органы, а сам что делает? Выходит. Выходит. Прячется за углом. И нажимает на кнопку. И вы слышите «бззз». Вы ничего не увидели, ничего не почувствовали, но сила все равно текла. Сила все равно текла. Неважно, видим ли мы ее, чувствуем ли мы ее, сила все равно течет, когда вера активизирует ее. Аминь. Слава Богу за врачей. Мы дорожим их стараниями. По крайней мере, они не такие бестолковые, как некоторые люди. Они знают, что нам нужно избавляться от болезней. Некоторые люди этого не знают. Они думают, что Бог дает людям болезни. Хотя бы врачи понимают Бога. В смысле, думают так же, как Бог, что от болезней нужно избавляться. Но вот что меня впечатляет. Например, врачи не нашли способ, как убить рак, не убивая тело. Они нацеливаются на рак, но разрушается здоровье самого тела. А Божья сила настолько удивительна. Она может прицельно воздействовать на один ген, на одну клетку и сохранить все вокруг в идеальном состоянии. Она не разрушает ничего, принося здоровье. Это поразительно. Задумайтесь о силе Божьей. Задумайтесь. Как она прицельно воздействует на заболевания, на симптом, на боль. И она не разрушает ничего, кроме того, что не от Бога. Это поразительно. И это сила в нас. Эта сила нас окружает. Нам нужно иметь веру в эту силу. Как писал Павел, чтобы наша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но чтобы она утверждалась на силе Божьей. И дальше Иисус сказал Папе Хегену, это вторая часть. Он сказал, в каждой комнате и больничной палате достаточно силы, чтобы исцелить больного. Задумайтесь об этом утверждении. В каждой комнате достаточно силы. Он не сказал, в каждой комнате верующего человека. Он сказал, в каждой комнате и больничной палате достаточно силы, чтобы исцелить. И мне не важно, насколько близок этот человек к смерти. Может, ему остались секунды. Есть достаточные силы, чтобы исцелить его. Иначе то, что Иисус сказал, неправда. Но то, что Он сказал, правда. Есть достаточные силы. Неважно, насколько близок к смерти этот человек, в каком тяжелом состоянии находится его тело, насколько оно измождено, насколько человек истощен и потерял мышечный тонус. Есть достаточные силы в каждой комнате и больничной палате, чтобы исцелить больного. Если бы только люди знали, что она там присутствует, и дали ей действовать. Есть два условия. Знать, что сила присутствует, и дать ей действовать. Знать, что она присутствует, и дать ей действовать. Заметьте, то, что она присутствует, еще не значит, что она действует, что она проявляется. Слава Господу. Брат Копленд позвонил мне, вернувшись из Лимы, столицы Перу. Я спрашивала его, как ваша поездка в Лиму. Мы переписывались, и тут звонок. И я поняла, это будет интересно, раз он не смог это написать. Слишком хорошо для СМС. Он позвонил и сказал, Нэнси, я должен рассказать, что произошло в Лиме. У нас были собрания в конференц-центре, и на той же улице находится больница. И пока мы проводили собрание, в той больнице умирала от рака одна женщина. И врач был с ней в палате, осматривал ее, и вдруг она говорит, «Я вся горю, я вся горю, все тело словно в огне». И он увидел, что она вся покраснела. Слава Богу, что он был с ней рядом, когда она это переживала. И он хотел осмотреть раковую опухоль, и не смог ее найти. Женщину вскоре выписали, больше не могли обнаружить рак. Она шла домой из больницы, мимо конференц-центра. И какая-то надпись об исцелении привлекла ее внимание. Она зашла в тот момент, когда брат Копленд делал призыв к покаянию, и она вышла и спаслась. Было достаточно силы в ее палате, в ее больнице, чтобы ее, не спасенную, исцелить. Но она не знала, что сила присутствует. Она не активизировала ее. Нет, но она попала в радиус. Она попала в радиус действия силы, которая текла. И брат Копленд сказал, Нэнси, мы даже не догадываемся, сколько человек исцелилось, о которых мы так и не узнали, которые вышли из той больницы. И я сказала, брат Копленд, вы же помните свидетельство Марии Вудворд Этер, записанное в ее книге, о том, как в радиусе 50 миль люди падали под силой Божьей у себя дома, в дороге, ехали в фургонах и падали на землю под силой Божьей. Почему? Потому что кто-то знал силу, верил в силу, умело обращался с силой и делал ее доступной. И она распространялась вокруг и благословляла тех, кто не имел ни малейшего представления о ней, не обладал никакими навыками или пониманием силы, но кто-то в центре этого круга знал о силе. Некоторые из вас просто сидят и смотрят на меня. Я не понимаю, как вы можете сидеть спокойно. Я просто не понимаю. Меня это приводит в восторг. Нужен всего один человек, обладающий навыками, имеющий Божью веру в эту силу. Нужен всего один человек, и сила будет действовать в радиусе от него. Вокруг будет активизирована та сила, которая присутствует. Недостаточно того, что сила присутствует. Она должна проявиться. Что заставляет ее проявиться? Вера. Я как-то уже проповедовала о силе Божьей, о том, что она присутствует, много лет назад здесь, в церкви. Точно так же, как электричество всегда присутствовало в атмосфере. Но никто не был любознательным. Не задавал вопросы, не брал на себя инициативу, чтобы воспользоваться этой силой. Пока однажды Бенджамин Франклин, смотря на молнию в небе, не осознал, что это сила. И он задумался, могу ли я инициировать контакт. Могу ли я намеренно вступить в контакт с этой силой, не дожидаясь, пока она придет ко мне пойти взять ее. Он запустил воздушного змея, эта история нам известна, с ключом на конце троса, и получил настоящий заряд. Он смог инициировать контакт с силой. Почему? Он заинтересовался. Он заинтересовался. Он заинтересовался. И он не остановился на любопытстве. Хорошо, я выяснил, что могу это сделать. Нет, он сказал, минутку, что если я смогу сохранить эту силу, а потом использовать? Использовать эту силу. И именно этим он и его соратники занялись. Со времен Адама электричество присутствовало в атмосфере, но никто не умел с ним обращаться. То, что сила присутствует, еще не значит, что она кого-либо благословляет. Сила Святого Духа присутствует, но ей нужно проявиться, чтобы благословить кого-то. Сила присутствует и в театре, но немногие сегодня исцеляются в театре. Почему? Потому что никто там не дает ей проявиться. Вера в силу Божью активизирует ее. Именно поэтому Павел сказал, что вера ваша должна утверждаться не на мудрости человеческой, а на силе Божьей. Почему? Потому что когда ваша вера связана с силой, она ее активизирует. И тогда она благословляет людей, которые не имеют ни малейшего представления о благости Божьей, о том, как принимать, о том, как активизировать силу. Мы можем активизировать ее ради тех, кто не знает. Как благ Господь. Просто нужен кто-то, кто знает. Итак, я проповедовала о силе Божьей. И после нескольких недель проповедей о силе, я услышала саму себя. Я начинала служение и ходила по сцене из стороны в сторону, говоря, сила досойдет, сила досойдет. И я ходила туда-сюда и говорила это из духа. И только потом это дошло до моей головы. И тут я спросила, Бог, я же говорила, что сила присутствует. А теперь я говорю, сила досойдет. Я что, неправильно об этом учила? И он сказал, то, что она присутствует, еще не значит, что она двигается. И он мне в одно мгновение дал иллюстрацию пиньяты. Детской игры на дне рождения. Пиньяту наполняют угощениями, сладостями, конфетами, тем, что детям нравится. Но то, что пиньята висит в комнате, еще не значит, что все угощаются. Кто-то должен по ней ударить, чтобы она открылась. Бог дал мне этот пример. Он сказал, когда ребенок ударяет по пиньяте палкой, она раскрывается. И даже те, кто по ней не ударял, собирают, собирают, собирают. И он сказал, слова веры – это та палка, которая высвобождает силу Божью. Слова веры. Я верю в силу Божью. Вот что приводит в движение силу. И она проявляется. Если она не проявляется, неважно, что она присутствует. Это практически преступно, что сила присутствует, а при этом люди ничего не получают. Это практически преступление с нашей стороны не быть умелыми, когда так многие в этом нуждаются. Когда так многие в этом нуждаются. Аминь. Нужен всего один человек. Брат Норвелл нам рассказывал, как однажды он ехал в машине с папой Хеггеном, они остановились на светофоре, и хромой шел по пешеходному переходу. И брат Норвелл сказал папе Хеггену, воля ли Божья исцелить этого человека? И брат Хегген сказал, да, если кто-то заплатит цену. Что он имел в виду? Иисус уже заплатил цену за исцеление. Что же он имел в виду, если кто-то заплатит цену, чтобы стать умелым в той исцеляющей силе, которая доступна? Позвольте вам сказать. Навыки и сила требуют посвященности. Аминь. Нет, не чтобы что-то заработать, но невозможно совместить любовь к миру с верой в силу. Вас не будет интересовать ничто другое. Когда вы начнете черпать из этого великого потока, вы поймете, это все просто меня больше не интересует. Папа Хегген говорил о цене. Послушайте насчет цены. Если машина стоит 100 тысяч долларов, и вам говорят, мы ее вам отдадим за 10 тысяч, я заплачу цену, и причем буду рада ее заплатить, из-за того, что я получу за эту цену. Так вот, когда мы слышим о том, что надо заплатить цену, у людей возникают негативные ассоциации. Какой бы ни была цена за то, чтобы стать умелыми, не чтобы что-то заработать, а чтобы стать умелыми, вам посчастливилось. Из-за того, что доступно, когда действует эта сила. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну. Дюфрейну.